здравствуйте я не показываю своего лица потому что хочу сделать быстренько для вас обзор на то как я готовлю сенабоны дело в том что вчера я попробовала приготовить первые сенабоны и так как мне сегодня даже не досталось одного одной булочки то я решила что нужно все-таки снять это видео потому что может быть кто-то не в курсе но рецепт проверенный в общем давайте начнем первым делом мы ставим запариваем наши дрожжи здесь у меня 7 грамм дрожжей сухих дрожжей 75 грамм сахара и у меня 200 миллилитров теплого молока что мы делаем мы значит высыпаем сюда молоко дрожжи мы берем одну столовую ложку сахара и все это размешиваем до растворения дрожжей да у меня здесь приготовлены весы потому что после того как я купила весы все делаю не на глаз уже а взвешиваем значит мы размешиваем дрожжи так как они у нас быстрые вот все оставляем пока стоять то они маленько поднимутся что делаем дальше 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 мы так это все будет выглядеть просеиваем 500 грамм муки растапливаем 75 грамм масла и пока растапливается наше масло мы будем высыпаем сахар добавляем сюда чайную ложку соли я масло до конца не стала растапливать так соли вы знаете я капну сегодня немножечко ванилина если у вас нету то можно без этого обойтись но пускай у меня будет сегодня булочки с ванильным вкусом тоже помимо корицы и так перемешали сейчас я взбиваю сюда яйца и вот в полученную мучную смесь я добавляю наши наши дрожжи перед этим я как всегда одену перчатку потому что тесто наше дрожжевое любит когда его вымешивают ручками и значит буду вот так удаливать дрожжи и вымешивать тесто минут десять его надо вымешивать вот такой консистенции должно получиться тесто вот сейчас я его так подброшу и вот таким образом убираем наше тесто на один час в теплое место в данном случае теплым местом у меня является балкон потому что у нас на улице плюс 40 градусов дома у меня плюс 23 соответственно я убираю накрываю полотенчиком нужно накрыть вообще пленочкой по идее пищевой вот но у меня нету пленочки поэтому я накрываю полотенчиком и убираю убираем на балкон вот так все мы убираем на один час и через один час я расскажу что делать дальше и так пока наше тесто стоит на балконе и течение часа подымается мы готовим начинку для начинки нам понадобится корица сахар и сливочное масло и так я беру опять весы и отмеряем 15 грамм корицы ну вот где то наверное у меня будет одна такая полная ложка с горкой а другая вот вот такая наверное в общем либо две не совсем полные чайные ложечки с горочкой у кого нет весов либо вот у меня как у меня одна прям с большой горкой одна не с большой так 15 грамм корицы 120-130 грамм сахара сахар я всегда использую мелкий-мелкий вот такой вот дисперсный потому что он быстро растворяется он практически что-то среднее между обычным сахаром и сахарной пудрой 100-120 грамм но я возьму побольше у меня сладкоежки в семье вот я взяла 125 и нам нужно 90 грамм сливочного масла но масло должно быть размягченное поэтому пока у нас тесто подходит также у меня есть время для того чтобы масло постояло и размягчилось масло мы не убираем потому что нам немножко еще понадобится масло для того чтобы сделать сочный крем вот значит вот это у нас будет начинкой и сейчас я скажу что нам понадобится для сливочного крема сливочный сыр у меня филадельфия я знаю что он в россии тоже продается и можно любой в принципе сливочный сыр где написано cream cheese сливочный сыр то есть у меня будет масло и у меня должна быть сахарная пудра вот у меня сахарная пудра все вот это вот у нас для того чтобы сделать сливочный крем которым поливаются синабоны сверху это у нас начинка и мы ждем час занимайтесь своими делами пока и вот у меня уже прошел час и посмотрите какое пышное тесто оно поднялось наверное раза в три может быть больше оно очень тепленькое потому что у нас на улице с больше 40 градусов и так что мы сейчас делаем сейчас мы это тесто присыпем немножко мукой немножко мукой а у меня есть такая вот силиконовая силиконовый коврик на котором я люблю работать с тестом а значит мы сейчас выкладываем сюда тесто скатываем желательно вот по всему как раз периметру этого коврика это я уже приготовила для крема значит мы раскатываем по периметру всего коврика прямоугольник вот такой пласт у меня получился и теперь я значит вначале смешала сахар с корицей вот смотрите вот буквально вот так вот рукой прям смешиваю вообще говорят что нужно для вообще вот для истинного так сказать истинной начинки нужно использовать тростниковый сахар коричневый но у меня его не оказалось дома то есть я не ждала что я буду два дня в подряд готовить синагоны и поэтому у меня вот мелко такой дисперстный сахар и сейчас я вот так вот хорошо перемешаю прям ручкой все у нас здесь синагон при этом начинка тоже будет коричневая видите я вначале прям рукой беру и вот так вот тесто прям вот не то что втираю а просто вот так вот глажу да тесто маслом вот при этом стараюсь не надавливать на тесто и я заметил что лучше использовать все таки масло именно вот размягченное ни в коем случае не растопленное масло все таки вот размягченного масла у него и вкус другой сахар и корицу по всему периметру теста таким образом распределили можем взять кисточку и где-то вот вот так вот прям помазать так следующий этап мы сейчас сворачиваем наше тесто в рулет начинаем вот так вот отсюда чтобы он равномерно был то есть маленькими такими защипами буквально чуть-чуть надавливаем и дальше больше разрезаем примерно на сантиметров ну вот не знаю сколько это два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать пускай будет тринадцать и так вот чуть-чуть буквально да то есть я не давлю ножик а вот именно разрезаю тесто чтобы оно мне не помялось в общем 13 синнабонов в общем 13 синнабонов что мы теперь делаем значит у меня вот здесь восковая бумага и я укладываю наши синнабоны вот маленечко их вот так вот придавливаем вот смотрите что получается и последний у меня рулет вот таким образом я чуть-чуть чуть их придавила теперь вот вот именно в таком вот состоянии но накрыв опять же полотенцем я оставляю мои синнабоны на один час стоять на плите то есть еще один час гуляем я убираю уже этот коврик очень удобная вещь кто еще не купил этот коврик очень удобно советую купить потому что очень удобно я хотел на нем раскатывать как тесто на пельмени на вареники в общем забрал убрал и все и стол вот прускально протерла я после сахара с корицей ой тихо и все при этом у меня нету ни муки на столе ни жира ничего итак ждем один час и потом я расскажу как готовить крем итак прошел еще один час и вот как наши синнабоны немножечко припухли и сейчас мы отправляем их в духовочку на 190 градусов которая была разогрета отправляем на 15-20 минут надо смотреть чтобы верх не начал запекаться хорошо то есть чтобы они все таки были более светлые чем такой вот знаете как вот обычно булочки мы делаем такие чуть-чуть поджаристый верх нет здесь в случае должен быть мягче очень светлый верх для того чтобы впитался крем я поставила на средний уровень в духовке и мы приступаем к нашему крему что нам потребуется для нашего крема 30 грамм размягченного сливочного масла у меня практически глаз уже алмаз вот 30 грамм масла мы убираем нам больше нам не пригодится 70 грамм сыра вот этого сливочного я добавляю где-то 150 грамм сахарной пудры и теперь мы все это аккуратненько взбиваем до однородной массы вот примерно вот такой консистенции должен получиться у нас крем и вот смотрите какие у нас получаются булочки внутри они очень сильно поднялись увеличились вот и поэтому мы ждем еще буквально 5 минут и выключаем и вот мои синабоны уже готовы прошло всего 15 минут видите они вот немножечко подпеклись вот но это максимум как они должны подпечь здесь вот они все еще беленькие и я уже сняла их с противника они все еще на бумажке вот на этой сейчас я буду их сверху просто напросто я буду сейчас пока они горячие я наношу на них крем потому что крем пока вот синабоны горячие он сейчас будет плавиться прям по ним вот следующим этапом пока синабоны горячие я у меня здесь есть два соуса два сиропа один клубничный один карамельный конечно же в идеале делать шоколадный но у меня шоколадного нету поэтому я не буду сильно тут много поливать я вот несколько штучек вот так вот полью клубничным соусом вот и несколько штучек я полью соусом карамельным и теперь у меня есть немножечко орешков грецких и я вот вот так вот понемножечку буквально присыплю орешками вот и сейчас мы оставляем вот так наши синабоны буквально на 10 минут чтобы они пропитались и потом будем перекладывать их на тарелочку и 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